Хочешь стать гением? Легко! Пройдите одноименный онлайн-курс, и вам покорятся любые вершины по милости Аллаха. От нас скидка в 30 тысяч рублей. От вас перейти по ссылке ниже. На фоне продолжающегося насилия вокруг алякции, воздушных ударов Израиля по мирным палестинцам, жертвами которых стали 24 человека, мировое сообщество продолжает хранить молчание, ограничиваясь либо дежурными заявлениями, или даже осуждением ответных действий палестинцев. Однозначную поддержку палестинскому народу выразил президент Турции Реджеп Таип Ардаган, осудив применение силами безопасности Израиля шумовых гранат и чрезмерной силы в мечети Алякса, передает голос Турции. Решительно осуждаем гнусное нападение Израиля на нашу первую киблу, мечеть Алякса. Мы, Турция, будем поддерживать наших палестинских братьев при любых обстоятельствах. После обострения ситуации президент Турции Реджеп Таип Ардаган провел телефонный разговор с Эмиром Кувейта, а также с королем Иордании Абдалой II. Напомним, что Иордания выступает в роли хранителя мусульманских святынь в Восточном Иерусалиме. В свою очередь, Министерство иностранных дел Турции призвало немедленно прекратить атаки, а министр Мивлю Чавушуглу обсудил эту проблему с министрами иностранных дел Марокко, Ирана, Алжира, Туниса, Пакистана, России, Иордании и Египта. Не остался в стороне и премьер-министр Пакистана Имран Хан, который заявил о поддержке палестинцев. Мы решительно осуждаем нападение израильских солдат на палестинцев в мечети Аль-Акса и вновь заявляем о нашей поддержке палестинцев. Международное сообщество должно принять немедленные меры для защиты палестинцев и их прав. От остальных лидеров стран исламского мира официально не последовало никакой реакции на события вокруг Аль-Аксы и воздушных атак Израиля. Было сделано лишь общее заявление от Организации Исламского Сотрудничества. Израиль выселяет палестинцев из собственных домов в Восточном Иерусалиме и с каждым днем усиливает давление на мирное население Палестины. Это военное преступление и все виновные должны быть привлечены к ответственности. Необходимо также отметить, что на онлайн-ресурсах, например, постсоветских стран с преимущественно мусульманским населением, нет даже никакой информации о событиях вокруг Аляксы и воздушных ударах Израиля. А что думаете об этом вы? Напишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok